На Кустанайской фабрике нетканных материалов появилась линия по производству геотекстиля. Он используется при строительстве дорог. Делают этот материал из вторичного сырья пластиковых бутылок и полиэтилена. К слову, у компании уже есть удачный пример покорения отечественного рынка с другим продуктом. За несколько лет работы предприятия стало покрывать 95% потребности Казахстана в объемных утеплителях для одежды. Подробнее об этом расскажет Наталья Строкова. Линию по производству объемных утеплителей поставили в 2010-м. Ежедневно выпускают около трех тонн синтепона. Это позволяет обеспечить потребность страны в данном материале почти на 100%. Сегодня предприятие сотрудничает с самыми крупными швейными фабриками Казахстана. Геотекстильной линии меньше года. Ее продукция на рынке востребована. Уникальный материал позволяет увеличить срок службы автомобильных дорог в семь раз. Где-то 200 килограмм в час производительность этой линии. Данный материал используется в строительстве дорог, аэропортов, взлетных полос. Не позволяет смещать грунт. Геотекстиль делают из волокна, которое получают в результате переработки пластиковых бутылок и полиэтилена. Ежегодно в Казахстане выбрасывается по 12 тысяч тонн подобных отходов. При выходе на полную мощность фабрика способна съедать ровно половину этого мусора. В нашем производстве мы используем вновь возобновляемые ресурсы, так называемая зеленая карта. Мы собираем вторичные ресурсы, обрабатываем, моем и отправляем их в Россию или Китай на переработку и получаем оттуда волокно. К показательным проектам, которые возводились с использованием кустанайского геотекстиля, на фабрике относят строительство аэропорта в Уральске и трассы Астана-Караганда. Каждую неделю с предприятия вот в таких рулонах отгружается более 100 тысяч квадратных метров геотекстиля. Например, вот эта партия пойдет на строительство автомагистрали Астана-Павлодар. В этом году начато строительство нового завода. Его ввод обеспечит работой 150 человек и позволит производить волокно из пластика, не прибегая к помощи заводов России и Китая. Наталья Острокова, Ермик Мухамедьяров, Кустанай, 24КЗ.